Новый индустриальный парк может появиться в Челябинске по производству автокомпонентов. Площадкой губернатор Борис Дубровский предложил выбрать завод «Урал» с участием Челябинского кузнечно-прессового. На площадке могут разместиться малые и средние предприятия, которые будут выпускать продукцию для ЧКПЗ или использовать их детали на своих сборках. Все подробности у Ивана Лежнина. Речь идет о том, что на территории Челябинской области можно было бы сделать производство полного цикла и закрывать российскую потребность. Это оси для прицепов и полуприцепов. Их Челябинский кузнечно-прессовый завод закупает за границей, в Германии и Китае. И уже здесь собирают машины. В России аналогов деталям нет. Начать импортозамещающее производство готовы на ЧКПЗ. И мы можем как сами это организовать, так и в партнерстве с кем-то. Потенциальный партнер, сделав это с нами, существенно сократит необходимый объем вложений. То есть, например, если делать это в чистом поле, нужны 12 миллионов евро. Это никогда не окупится. А если это делать с нами, нужно только полтора. Собственных площадей у ЧКПЗ не хватает. Индустриальный парк будет создан на базе завода «Урал» при участии кузнечно-прессового. С инициативой выступил губернатор Борис Дубровский во время визита на производство. ЧКПЗ сейчас одно из ведущих предприятий машиностроения. Там выпускают штампованные колесные диски, детали для автомобилей и тракторов, ЖД-транспорта, нефтегазового комплекса. В индустриальном парке могут расположиться предприятия малого и среднего бизнеса, ведущие смежную работу. Например, по выпуску комплектующих. Или сборки сельхозтехники с деталей ЧКПЗ. Это даст толчок развитию бизнеса в регионе. Губернатор Борис Дубровский поручил правительству совместно с заводом в течение месяца разработать несколько вариантов бизнес-плана. Создание этого в идеале уйдет не меньше года. Если площадка приспособлена, на ней все есть. Например, если это кузнечная трасса. Если это Гринфилд, чистое поле, и мы, например, будем делать с нуля, то тогда на это уйдет больше времени от двух лет и больше. Реализовать проект могут, по примеру, парка ММК. На площадке комбината открыты смежные производства по металлообработке. Одни получают сырье, другие – рынок сбыта. Это взаимовыгодное партнерство на общей территории. Эти предприятия могут пользоваться готовой инфраструктурой ММК. Резиденты имеют право на льготы по налогам на прибыль и имущество. Отмечу, что по такой же схеме в Челябинске работает индустриальный парк Станкомаш. В площади бывшего предприятия заняли новые производства. А вот в Малой Сосновке парк создан с нуля. Все коммуникации строились специально, чтобы их использовали будущие резиденты. Иван Лежнин, Александр Павлов, ОТВ.